Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Хариет Хосмер Беатрича Ченчей. 1857 год, мравр 41 на 106 на 43. Среди скульпторов неоклассицизма немало женщин, в большинстве своем американок по происхождению. Среди них и ученица Джона Гибсона Хариет Хосмер. В своем римском ателье она нередко принимала высокопоставленных гостей, знаменитости и знатоков искусства. Ее работы высоко ценились коллекционерами. Интерес к творчеству Хосмер часто определялся не только и не столько ее бесспорными профессиональными заслугами, сколько полом. Женщина-скульптор стала новым явлением эпохи. Хосмер переняла принципы европейского неоклассицизма, дополнив их идеалами классической философии демократической нации. Скульптор, не пренебрегавшая частными заказами и не боявшаяся крупных масштабов, была очень востребована в создании общественных монументов. Произведение меньших размеров ей часто приходилось повторять в нескольких вариантах, чтобы удовлетворить всех желающих получить то или иное вояне. Такова судьба Беатричи Ченчи, одной из самых популярных работ в Хосмер. Персонажем представленного творения является дочь римского аристократа, жившая в эпоху Возрождения. Считается, что в сговоре с мачеховыми братьями она убила отца, который вел грубую и развратную жизнь и вершил насилие над своими родными. Впоследствии семья была арестована и подвергнута жесточайшим пыткам. Лишь Беатричи не созналась преступления. В итоге всех Ченчи, за исключение самого младшего 15-летнего брата, казнили. Беатричи похоронили в церкви Сан-Петро и Монторио. В капелле, названной ее именем 11 сентября, в день трагедии, ежегодно служат мессу за упокой ее души. История прекрасной и отважной девушки легла в основу множества произведений искусства, как литературных, так и изобразительных. Ну вот так вкратце о работе Харриет Хосмер Беатричи Ченчи, 1857 год, «Мрамор», данные из книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok